Девушки отдыхают Было весело, но, может, развяжешь? В чем проблема? У нее сильно болят глаза Увидев результаты, я не мог поверить в это Возможно, ваше зрение уже не спасти Мы решили устроить пиратскую вечеринку Возьмем тебя на абордаж Я стянула с него штаны Они огромные Моя машинка была размером с грибфрут Это ненормально Необратимое повреждение После свидания Они увеличиваются, растут Из-за секса под фильм ужасов? Любовь опасна для здоровья Разрази меня гром Так? Слегка влево Я Кристал А я Джордан Мы вместе уже 7 лет Вот так хорошо Надевать костюмы одно из наших любимых хобби Да, идем в гостиную У нас была костюмированная свадьба в замке Это было весело и недорого Всего 100 долларов Выглядит отлично Я только вернулся из командировки И мы запланировали пиратскую вечеринку Можно поднять парус? Мой парус уже поднят Поумерьте пыл, капитан Малыш, меня две недели дома не было Мы соскучились Я знаю Он постоянно в разъездах Всю нашу совместную жизнь Я считаю себя бизнесменом мира Гости будут через полчаса Надо поставить закуски Она была соблазнительной В костюме пиратки Мне не терпелось Добраться до ее сундучка О, боже Ягутись! Ну и попка Разрази меня гром Может, замолчишь? Но мы больше не могли сдерживаться Я тоже уже давно не видела Джордана И мы оба были на взводе Возьмем тебя на абордаж В итоге мы набросились друг на друга Нам было очень хорошо Пока Джордан не закричал Ты в порядке? Я поняла, что произошло что-то ужасное Внезапно я почувствовал острую боль Романтические ограничения Привет! Привет! Вижу, мы обе стараемся спасти планету Сохраняя при этом стиль Прямо близняшки Есть планы на сегодня? Встречаюсь с Ником Меня зовут Стефани А я Ник И мы уже год вместе Я купила сексуальный наряд И возвращалась домой Когда столкнулась со своей соседкой Али Эти многоразовые пакеты Такие милые, правда? Да Не хочешь зайти выпить перед моим уходом? Я бы с радостью Но у нас с парнем нет времени Может, на следующих выходных? Отлично, я напишу тебе Договорились? Мы с Ником запланировали романтическое свидание Зайдя в квартиру, я увидела, что он уже собирается Привет, сладкий Привет Прекрасно выглядишь Мы с Ником неугомонные, любознательные личности Каждую неделю мы находим новое интересное место, чтобы удивить друг друга Верно Что в сумке? Нечто особенное для вечера Я ожидал увидеть что-нибудь нежное, утонченное, облегающее У Стефани отменное чувство стиля Поэтому, открыв пакет, я сильно удивился Что это? Секс-игрушки? Что? Нет, я не покупала это Там было платье До сих пор помню его взгляд, когда он открыл пакет, а там полно секс-игрушек Мы с Али перепутали пакеты Али не казалась мне такой уж шалуньей Ну, может, это намек, что нам нужно предаться легкому безумию? Думаешь о том же, о чем и я? Давай поиграем с этим Ресторан может подождать Я нашла красный скотч, нам хотелось его попробовать Ведь Али могла купить себе еще один Кто-то будет связан по рукам и ногам Мне хотелось связать Ника Чего раньше никогда не случалось Сначала я сомневался А что, если Али вернется за своим пакетом? Расслабься, Ник Все под контролем Я попробовала просто обмотать скотч вокруг запястья Ника, но скотч был очень липким На какой-то момент мой запал пропал Скотч стал одной большой проблемой Я старалась не выходить из роли, чтобы все выглядело возбуждающим И у нее получилось Ты будешь занят сегодня Как только я разберусь с этим Нас ждал восхитительный вечер Надо было только правильно воспользоваться скотчем Но мы не знали, как им пользоваться И тут я совсем потерялась Хотя должна была выглядеть такой роковой и властной Я чувствовала себя последней неудачницей Ты вовсе не неудачница Прости меня Хотелось больше чувств и меньше скотча Но в итоге мне уже просто захотелось секса Я испортила наш безумный вечер секса Но, малышка, если бы мы только умели им пользоваться Глаза в спальне Я доктор Дэвид Юлик И я работаю терапевтом уже 13 лет Восемь из которых в отделении скорой В ту смену я был в приемном отделении И увидел парочку Чем могу помочь? На женщине были солнцезащитные очки Они смотрели только друг на друга Разве он не милый? Они были влюбленными И не могли оторваться друг от друга На что жалуетесь? У нее сильно болят глаза Вероятно, у вас тяжелая форма двустороннего конъюнктивита Конъюнктивит – глазная инфекция вирусного или бактериального характера Глазным инфекциям уделяется особое внимание Поскольку есть риск необратимого повреждения зрения Кейт, проводи их в смотровую Я испугался Это был случай острого конъюнктивита С инфекцией шутки плохи Это ваша первая подобная жалоба? Неделю назад я была у своего терапевта Он прописал мазь местного действия Потом началось на втором глазу Сначала был поражен один глаз Затем состояние глаза не просто стало хуже А перешло на другой Пора бить тревогу Вы втирали мазь по инструкции? Конечно Сколько времени уйдет на лечение, док? У нас бронь Полагаю, они считали отделение скорой Сервисом на ходу Получаешь лекарства, говоришь Пока, если что, вернемся Пора начать осмотр Так, так, ребят Позвольте вас отвлечь Мне нужно осмотреть ее глаза Так? Больно, больно Извините Когда глаз воспален, он может покраснеть Это вызывает боль и сжение Затем я начал думать Пара помешана друг на друге Возможно, что-то из их интимной жизни могло послужить причиной За это время конъюнктивит бы уже прошел Если не выясним, что стало причиной распространения Поражение может быть необратимым Внезапно Пара стала сдержанней Нек был крепко связан Стефани очень понравилась идея Я была сверху и Меня тошнит Я бы тебе помог, но я вроде как связан Любовь опасна для здоровья Ну и попка, разрази меня гром Может, замолчишь? Я целую неделю не видела Джордана И наслаждалась пиратским сексом Возьмем тебя на абордаж Нам хотелось быстрого секса перед вечеринкой Но внезапно я почувствовал Острую боль в паку Ты в порядке? Ничего не понимаю Я не понимал, что не так Но мой Роджер уже не был таким уж веселым Ничего такого Готова к выходу в море? Мне нравится Ой, нет, гости придут через 10 минут И мы закончили подготовку к вечеринке Надо было все доделать И вот пришли гости Пришло много разных людей Кого-то мы даже не знали С тобой все хорошо? Да И вечером моя мошонка начала сильно чесаться Будто меня прокляли Она зудела Но я не мог почесаться на глазах у всех И при любой возможности Старался укрыться Джордан Правда? Мне надо идти Привет Можно украсть тебя на секунду? Малышка, у меня все зудит У меня тоже Но тут полно гостей Да Но мы так и не закончили А пиратки по-прежнему не терпятся Мне было все равно Надо было раскачать эту лодку Я настояла, чтобы мы поднялись наверх Зуд в мошонке был невыносимым Но, когда жена требует внимания Она должна получить желаемое Что за... Ты думаешь о том же, о чем я? Давай-ка поиграем с этим Вернувшись из магазина Я столкнулась с соседкой Али И мы перепутали пакеты, когда расставались И пакет Али был набит секс-игрушками Прости меня Мы впервые имели дело с бандажным скотчем Я испортила наш безумный вечер секса Ну, малышка Нам захотелось попробовать, но у нас не особо получалось Я обнял Стефани свободной рукой Поцеловал и сказал, что она справится Один твой вид за этим делом возбудил меня Правда? Да Точно Я подумала Хорошо, я расслаблюсь И подниму скотч, который зашвырнула в угол Я зафиксировала вторую руку Она втянулась Теперь я никуда не убегу Сегодня уж точно Наконец, ник был крепко связан Готово Ожидание того стоило В комнате становилось жарко Мы были возбуждены Я возбужден Мы снова были в игривом настроении Мы были готовы к нашему приключению Я была сверху Мы были в предвкушении И вдруг Мой живот пронзила дикая боль Я не могла понять, что происходит Что с тобой, Стефани? Я не знаю, но мне плохо Пришлось остановиться Что-то случилось Меня тошнит Спрыгнув с кровати, я побежала в ванную Было ужасно Я бы помог тебе, но я вроде как связан Меня сильно тошнило Ты как там? Я слышал звуки из ванной Они не прекращались Потом Начал чувствовать покалывание в руках и ногах Было очень неприятно Было весело, но может ты меня развяжешь? Я позвал Стеф, но никто не ответил Дорогая, я не чувствую пальцев Я слышал, как Стефани рвала в ванной и беспокоился Ведь прошло уже много времени У меня оказался пережат кровоток и становилось больно Кажется, кто-то стучится Может, Али пришла за своим пакетом? Я слышала крики Ника, но мне было очень плохо Это я колотила в дверь Ты как себя чувствуешь? Развяжи меня Я взяла ножницы и попробовала перерезать ими скотч Но они были тупыми И надреза не получилось Боже, твои руки распухли, они огромные Вирусный конъюнктивит лужа прошел Моя пациентка – женщина с острым конъюнктивитом Не желающая оторваться от своего мужа Возможно, что-то из их интимной жизни могло послужить причиной воспаления Если мы не выясним, что стало причиной, поражение глаз может быть необратимым Требовалось выяснить, почему ей не помогала масса, и как можно скорее Вас беспокоит что-нибудь еще? Нет, только глаза Я прощупал ее горло, лимфоузлы были воспалены Вы молодожены? Мы были женаты 10 лет Потом был сложный период, и мы стали жить раздельно Но поняли, что не можем друг без друга Нужно более детальное обследование, чтобы узнать корень проблемы Воспользуемся щелевой лампой Так, ребята, брейк Мне буквально пришлось их разнимать, чтобы ее осмотреть Хорошо, ребята, мы отвезем вас в отель, как только закончим Это щелевая лампа Положите подбородок сюда Так, не шевелитесь Хорошо Глаз проявил высокую светочувствительность Женщина закрыла его Небольшое покраснение и воспаление Ее веки немного распухли, воспален весь глаз Так, нужно продолжить обследование, чтобы выявить причину конъюнктивита Хотя симптомы указывали на изолированный конъюнктивит, я подозревал, что ситуация может быть серьезней Сестра, возьмем анализы крови и мочи? Да, доктор У вас воспалены лимфоузлы, это меня беспокоит Эти анализы помогут определиться с дальнейшим курсом лечения Медсестра Кейт проводила пациентку в туалет для сбора анализа мочи Я так по тебе скучал А я по тебе Получив результаты, я не поверил своим глазам Так, ребят, у нас есть информация, и вам надо это услышать Что такое, док? Все анализы в норме, однако в организме есть инфекция И это... Гонорея Гонорея? Я сообщил результат пациентке, весь ее вид говорил, я попалась Мы устроили вечеринку в пиратском стиле, но внезапно решили заняться сексом Мы целовались, ласкали друг друга, я стянула с Джордана штаны Что за... Когда Кристалл указала на мой мешочек, я не был готов к увиденному Они огромные, это ненормально Я посмотрел вниз, моя мошонка была размером с грейпфрут Да, это ненормально Ты ничего не почувствовал? Нет, они немного чесались, но боли не было Выглядело ужасно, на них была корка, сочился гной Что случилось? Раньше такое было? Да нет Я заволновался, потому что хотел когда-нибудь завести маленьких пиратиков Мы всегда хотели завести пиратиков Что, если у нас не получится? Еще тут эта вечеринка Едем в больницу Сейчас? Сначала он не горел желанием ехать Ладно, но никому не скажем Мне не хотелось оставлять гостей одних Он просто никому не доверяет, вот и все Почему не... Они увеличиваются, продолжают расти Его яички были размером с маленькие дыньки Едем Мое беспокойство росло вместе с опухолью Ее было заметно через костюм Нам нужно было придумать, как выйти из дома У нас было много гостей Это казалось невозможным Они же будут скучать по нам Да какая разница, нам к врачу нужно Становилось все хуже и хуже Он чаще чесался, хотя я просила этого не делать Кристалл Мы пытались улизнуть, но наткнулись на мою лучшую подругу Я ищу тебя по всему дому Мы боялись, что нас поймают Его яички вот-вот выпрыгнут из штанов Нам надо было срочно в больницу Дорогая, я не чувствую пальцев Мы впервые имели дело с бандажным скотчем Это была катастрофа Я начал чувствовать покалывание в руках и ногах Было очень неприятно Было весело, но может ты меня развяжешь? Моя тошнота прекратилась Я смогла побороть боль и найти ножницы, чтобы освободить Ника Ножницы слишком тупые О боже, твои руки, они распухли, они огромные Нужно было найти решение быстро Получилось Получилось освободить одну руку Но я была в шоке, как сильно у Ника распухли руки и ноги Меня снова тошнит Боль в животе вернулась, и мне снова пришлось бежать в туалет Я просто отдала ему ножницы Ну, пальчики давайте же Ножницы были у меня в руке, но она практически онемела А ножницы, правда, были тупыми От волнения я начал сильно потеть Стеф, руки онемели! Я только слышала его крики Чудом набралась сил, чтобы вызвать 911 Как такое могло произойти? Я понимала, что нам обоим нужен врач Да Экстренная ситуация, срочно приезжайте! Стеф вызвал спасателей Меня охватил новый приступ волнения Не хочу, чтобы меня увидели таким Стеф, ты должна освободить меня до того, как приедут парамедики Стеф, я голый, не хочу, чтобы меня кто-нибудь увидел Но знаю, что так и будет Приятный вечер с девушкой не должен был закончиться такой катастрофой Парамедики закатили глаза, когда зашли в комнату Новичка занесло Меня волнует кровообращение, надо освободить вас Как давно связаны? Около часа Стеф тошнила все это время, ей тоже нужна помощь Мэм, как вы себя чувствуете? Мы оба были истощены, меня выворачивало наизнанку, а Ник вот-вот потеряет конечность Вы оба можете быть в опасности, вам нужно в больницу Все анализы в норме, однако в организме есть инфекция Гонорея Гонорея? Моей пациентке была диагностирована гонорея, ошибочно принятая за конъюнктивит У нее венерическое заболевание? Да, но, к счастью, оно лечится антибиотиками И это объясняет причину конъюнктивит Гонорея – заболевание, передающееся половым путем У женщин симптомы проявляются редко Это опасно, поскольку они могут не знать, что являются носителями Как болезнь связана с конъюнктивитом? Пусть и редко гонорея может проявляться в виде гонорейного конъюнктивита, без генитальных симптомов Эта опасная инфекция может привести к слепоте Мы узнаем больше, когда получим результаты посева Гонорейный конъюнктивит может вызвать повреждение роговицы и потерю зрения Если у нее гонореи, мы были вместе Вам обоим нужно проверить Я сообщил ее мужу, что ему также надо обследоваться Прости меня, это все из-за меня Когда мы расстались, один слесарь из моего офисного здания Пригласил меня в гости посмотреть фильм ужасов Одежда летела в стороны, ее мужу далеко до такого Тот парень не промах Я был удивлен такой откровенности Но еще больше удивился ее муж Не могу в это поверить Медсестра Кейт поможет вам сдать анализ матча И надо убедиться, что вы не заражены Гонорея Прости Не улучшилась ситуация и то, что медсестра протянула мужчине контейнер Ведь ему тоже надо было обследоваться Доктор, результаты посева Спасибо Когда у мужчины взяли анализы, Кейт принесла результаты посева Результаты серьезнее, чем я ожидал И сожалею, но ваши результаты на гонорею также положительные Все из-за секса под фильм ужасов? Мы добрались до больницы, где все глазели на нас И непонятно, потому что мы одеты как пираты Или из-за моих огромных яичек Что вас беспокоит, дружище? Любовь опасна для здоровья Мы с Джорданом устроили пиратскую вечеринку Кристалл, я ищу тебя по всему дому И вот мы пытаемся незаметно уехать Яички Джордана размером с маленькие дымки А нас поймала моя лучшая подруга Я исходила все моря в поисках пирата, который бы меня измотал Но эти парни заняты Ромом Я очень люблю Кендру, но она обожает поболтать И пока не забыла, хочу рассказать об одном красавчике Кендра, милая, я занята Нам надо сдвигать за льдом Но почему вы оба за ним идете? Привет! Мы добрались до больницы, где все на нас глазели И непонятно почему, потому что мы одеты как пираты Или из-за моих огромных яичек? Здравствуйте! Надо осмотреть моего мужа Что вас беспокоит, дружище? Разве незаметно? Эти огромные шары в моих штанах Да, отведем вас в смотровую Посмотрим, что у вас И вот мы в смотровой Врач осматривает мой пах Это очень необычно Как это произошло? Когда? Мне не очень хотелось рассказывать эту дикую историю Час назад я зашел в туалет, снял штаны, а там такое Я точно не знаю, что это может быть Я не специалист Опухоль может говорить о водянке яичек Это водянистое образование после травмы Или орхит Бактериальная инфекция, вызывающая воспаление В любом случае нельзя терять время Джордан был напуган до смерти Белый, как простыня Почему нельзя? Я не знаю точно, что это И поскольку они продолжают увеличиваться Опухоль может пережать кровоток Если кровь яички не поступает более шести часов Я могу их лишиться Врач сама не понимала, что с ним происходит И впервые столкнулась с подобным Она позвала другого врача, уролога Он выглядел тоже озадаченным Никогда такого не видел Уролог начал осмотр, заметил небольшую ранку В основании мошонки Чтобы бактерия проникла внутрь, нужна маленькая ранка Откуда она у вас? Я понял Внезапно Джордан говорит, что знает, что стало причиной А у меня нет ни малейшего представления, что он знает Вы оба можете быть в опасности Вам надо в больницу Пришлось вызывать парамедиков, чтобы они освободили меня Мы просто хотели развлечься Стефани по-прежнему тошнила И нас обоих забрали в больницу Ты как, малышка? Паршиво А ты? Так же Я почти не могла говорить, двигаться А Ник ничего не чувствовал Хотя бы обоим паршиво Как вы попали к нам? Парамедики привезли Да, нам рассказали Как вы себя чувствуете? Паршиво Мы впервые пользовались таким скотчем и не рассчитали Я не чувствую ни рук, ни ног Я правда боялся, что потеряю конечность У меня не проходит сильная боль в животе Меня постоянно тошнит Я рассказала врачу, что такое со мной уже месяца три Но впервые во время секса Я дам обезболивающее, но сначала проверим вас на беременность Я слушаю врача и смотрю на Ника От ее слов мне стало только хуже Сестра, возьмите кровь и мочу Врач сказала, что я могу быть беременной Поэтому она сделала тест на беременность Ваш диагноз – повреждение нервов и сосудистой системы Врач проверила пульсы во всех окончаниях И спросила, как долго я был связан Чуть больше часа Сначала было классно, а потом нет Надо проверить, нет ли необратимого повреждения сосудов Необратимого повреждения? После свидания? Уролог осмотрел меня и обнаружил крошечный порез В основании мошонки Меня спросили, откуда он мог взяться Я понял Если догадка верна, то правда будет болезненной Физически и эмоционально Вечером у нас была пиратская вечеринка Но перед этим мы выкапывали пиратский клад Ну, знаете, пиратский клад Я объяснил, что до этого у нас был пиратский секс И, возможно, оружие было на готове не только у меня Ну и попка, разрази меня гром Может, замолчишь? У Кристал к поясу был привязан кинжал И он выскользнул из ножен Возьмем тебя на абордаж И уколол мне яичко Ты в порядке? Став причиной этой ранки, которую мы не заметили Малыш, прости меня, я забыла про кинжал Я и представить не могла Кристал распереживалась, посчитав, что это ее вина Но почему ты не сказал раньше? Я только сейчас догадался Но если мои дублоны останутся при мне, у нас еще будут схватки на мечах Это я тебе обещаю Он ничего не сказал мне раньше, но, видимо, это все-таки был кинжал Я все равно думаю, что попала инфекция Реакция слишком быстрая Давайте сделаем обследование и узнаем, что это Уролог для начала сделал мне укол с антибиотиками Потом взял мазок гноя, сочившегося из мошонки И отправил его на анализ Затем сделал УЗИ самих яичек, чтобы выявить наличие необратимых повреждений Все это было не очень приятно Признаков в водянке нет Нужно было поскорее узнать диагноз Доктор, результаты посева Это не то, что я думал Кто там? Стафилококковая инфекция Стафилококк, кожная инфекция, которую нередко провоцирует повреждение эпидермиса Через которое бактерия попадает в организм и вызывает заражение Инфекции ведь не редкость? Бактерии стафилокока присутствуют везде, в том числе в коже Когда кинжал уколол мошонку, бактерии из организма или с кинжала попали в ранку Врач объяснил, что если бактерия попадает в кровь, она будет циркулировать по организму Может начаться сепсис, и ты умрешь Пора действовать В зависимости от места расположения инфекции существует несколько степеней опасности Она может быть особо опасной при попадании на яички, поскольку она может распространиться на оба из них Это грозит бесплодием Но я не могу понять, обычно реакция на стафилококк не настолько быстрая Почему все началось так быстро? Вы о чем? Такая незамедлительная реакция случается нечасто Вы болели чем-нибудь в последнее время? Ну, я восстанавливаюсь после простуды, я много езжу, но... Причем тут это? Здесь может быть разгадка Здоровая иммунная система справится с бактерией, но ослабленная разъездами или болезнью... нет Сочетание этих двух факторов вызвало заражение Что будем делать? Я чувствовала себя ужасно Как я могла причинить мужу такой вред? Надо откачать гной из яичек Джордана Есть несколько зрелищ, которые мужчина видеть не должен, и полные гной яички – одна из них Быстрая, простая процедура Быстрая? Простая? А еще врач со скальпелем, который приближается к мошонке Надо только проверить, нет ли необратимых повреждений сосудов Необратимых повреждений? После свидания? Я запаниковал, когда врач сказал о необратимых повреждениях из-за скотча Стать коллегой из-за желания безумного секса? Да вы что? Если кровоток блокирован, то микроповреждения появляются уже через 30 минут Необратимые повреждения – через 2 часа Чувствительность и работоспособность вернуться с притоком крови Пульс есть, значит, все в порядке Если не станет лучше, обследуем вас Мне было не по себе от того, что я могла причинить Нику такой вред Я вернулась после анализов Не надо нам было брать этот скотч Мы справимся с этим вместе Я смотрела на Ника, и мне становилось хуже К тошноте добавилось чувство беспокойства и вины Ваш тест на беременность отрицательный Я не беременна, это облегчение Где именно вам больно? Когда врач надавила на конкретную точку, я застонала Есть несколько вариантов Сделаем УЗИ, чтобы знать точно Я волнуюсь, она волнуется Мы оба не знаем, что происходит У вас желчные камни Возможно, холецистит – это воспаление желчного пузыря Врач объяснила, что у меня воспален желчный пузырь А камень блокирует панкреатический проток, что вызвало панкреатит Обследование показало, что у вас высокий уровень лейкоцита в крови Сильно повышена липаза и билирубин Когда началась боль? Во время секса Три месяца меня мучили приступы, но во время секса стало просто невыносимо Это бы произошло так или иначе Сексуальная активность лишь ускорила процесс Врач предположила, что камень пришел в движение из-за бурного секса У человека с желчным камнем из-за постоянных движений во время секса Камень может сместиться Поскольку желчный пузырь уже воспален, это движение вызовет еще большую боль, тошноту и рвоту Боюсь, вам требуется срочная операция по удалению желчного пузыря Удаление? Наша ночь страстных связываний закончилась в больнице потери органа Пришлось бежать на перегонки со временем, чтобы спасти мои яички Ко мне подошел врач со скальпелем Итак, начнем Я не мужчина, но мне было страшно Скорей, скорей, скорей! Любовь опасна для здоровья Гонорею у вас в глазах уже достаточно долго, возможно, зрение уже не спасти И все из-за секса под фильм ужасов? Мы обнаружили у пациентки гонорею, которая перешла на глаза, и я опасаюсь, что зрение уже не спасти Как такое возможно? Пускай редкая гонорея может проявляться в виде гонорейного конъюнктивита без генитальных симптомов Вы предохранялись? Нет Совсем? Ничем Мужчина был в ужасе и быстро замолчал Саймон, пришли ваши результаты, к сожалению, тест на гонорею тоже положительный Прости, прости меня Пациентка без конца просила прощения у мужа Это моя ошибка Но ее муж продолжал молчать Надо установить, как долго вы являетесь носителями Чем дольше, тем сильнее риск побочных эффектов и осложнений Особенно беспокоило то, что женщина уже была у врача, но полторы недели спустя воспаление перешло на второй глаз Какие осложнения? Для женщины последствия могут быть губительными Даже не имея генитальных симптомов, женщина может остаться бесплодной А для Саймона? К счастью, Саймон может пока принимать оральные антибиотики Поскольку прошло много времени, вам надо быть осторожной Конъюнктивит, заразен После прикосновения к любой части глаза, на ее пальцах остаются возбудители Все, я больше не могу И тут ее муж становится на колени Мелинда, не только у тебя была интрижка без защиты во время нашего разрыва Тут начали всплывать факты, которые могли повлиять на их отношения Я установил приложение, и оно нашло мне пару Женщину-гермофоба Он установил приложение, которое свело его с женщиной таким же гермофобом, как и он Ему было одиноко, и не хватало жены Они провели ночь вместе Саймон клянется, что это было всего раз Я сожалею, Мелинда, я облажался Не верится, что ты не предохранялся Спустя столько лет боязни инфекции ты не защищался Возможно, женщина и не знала, что заразила вас Мелинда, вы могли заразиться от вашего слесаря Неизвестно, кто кого заразил первым, но разве это важно? Вы расстались и снова пытаетесь быть вместе Пациенты заявили о чувствах друг к другу, были рады признать ошибки и двигаться дальше Они справятся, но им не помешает немного антибиотиков и доверия Может, поедем выздоравливать в наши гнездышки? Теперь наша связь восстановлена и больше не порвется Прежде чем отправитесь в путешествие, вам стоит полечить глаза Отложить поездку на несколько недель Спасибо, что пришли Это офтальмолог Я проверю ваши глаза на предмет повреждения роговицы Наклонитесь Сильных повреждений я не вижу Все должно обойтись Вам очень повезло Необратимых повреждений нет, мы успели вовремя, она не ослепнет Я пропишу вам уколы и двухнедельные оральные антибиотики Удачи Слава Богу Поздравляю Если повезет, это лекарство вылечит конъюнктивит и гонорею А вам я пропишу двухнедельные антибиотики Будете как новенькие Спасибо, доктор А как выздоровеете, можете ехать отдыхать Обязательно Надеюсь, все будут счастливы Пара останется вместе, они вылечатся и будут жить долго и счастливо Что будем делать? Нужно откачать гной из яичек Джордана Это быстрая и простая процедура Быстрая? Простая? Мне было очень больно, мы бежали на перегонки со временем, чтобы спасти мои яички Ко мне подошел врач со скальпелем Скорей, скорей, скорей! Я не люблю иголки, скальпели и открытые разрезы Поэтому, когда скальпель поднесли к Джордану, я испугалась Итак, начнем Я была в шоке Я не мужчина, но и мне было страшно Все, закончили Что это значит? Это действительно было быстро, моя мошонка стала выглядеть уже лучше У вас золотые руки, док, спасибо Просто выполняю свою работу Уролог прописал мне антибиотики Но есть несколько важных аспектов Опухоль может начаться снова В этом случае придется откачивать гной опять Принимая во внимание разъезда и простуду, моя иммунная система, видимо, была на нуле И никакого секса до полного заживления Мне стало немного грустно, что я не мог побаловать жену какое-то время Прости Хотя я люблю это дело Мы усвоили полезный урок Никаких кинжалов О боже, где вы были? Пираты вышли из-под контроля Да, все отлично Джордан по-прежнему иногда чесался Я играл слегка, но, по правде, пах продолжал побаливать Мы поднялись, я переоделся Эге-гей, банда Пират! Шотландский пират! Я стал шотландским пиратом В конечном счете я понял, что важно быть здоровым и заниматься безопасным сексом В том числе без оружия Где вам больно? Мы примчались в больницу и выяснилось, что мне нужно срочно делать операцию Боюсь, вам нужно срочно удалить желчный пузырь Удалить? Ник остался в отделении скорой, а меня отвезли в операционную Пульс устойчивый, а ваша опухоль спала Я снова чувствую конечности Вам очень повезло Если бы кровоток был пережат несколько дольше, у вас были бы проблемы, вплоть до ампутации А значит, вам больше не нужны лекарства и капельницы тоже Медсестра отключает меня от капельницы Я в шоке и прошу убрать от меня скотч Уберите, пожалуйста, это подальше от меня Никакого скотча Я с тревогой жду возвращения Стефани из операционной Прошло около часа Стефани привезли Врач сказала, что все прошло хорошо Я пропишу вам антибиотики на эту неделю Как пропьете, можете возвращаться к обычной жизни Проверяйтесь раз в 2-3 недели И будьте осторожны при неправильном использовании Бандаж может быть опасен Врач сказала, что люди часто попадают в больницу из-за неудачного секса Извини, что так вышло Ничего У меня так много платьев, мне вообще не стоило ходить в магазин Урок усвоен Не стоит ошибаться с пакетами и секс-игрушками Но было весело, да? Программа озвучена студией Арк ТВ Текст читали Ольга Зубкова и Александр Гаврилин Редактор субтитров А.Семкин